Я Наталья Невзорова и сегодня я вам расскажу о тех кремах для рук, которыми пользуется моя семья и которыми пользуюсь я сама. Ну, начну я, наверное, вот с этого крема. Этот крем не только для рук, но он еще идет и для тела. И у меня этот крем любит очень муж. То есть, видите, вот уже в баночке практически ничего не осталось. И мне этот крем тоже очень нравится. У него очень такая интересная текстура. Он идет в банки, если все остальные идут в тюбиках. Почему муж любит этот крем? У него сухой тип кожи. Ему нравится руки смазывать этим кремом. Ему нравится запах этого крема. Хотя он и называется молоко и мед, но у него больше такой сливочный аромат, нежели чем аромат меда. И этот крем очень любим большим количеством клиентов. Все, кому нравится запах этого крема, становятся фанатами серии молоко и мед. Они покупают и гель для душа, и скраб для душа. И они покупают и другие продукты. Поэтому этот крем я рекомендую, чтобы был в каждом доме. Потому что он очень хорош для сухой кожи. И особенно в зимний период времени. Что еще у нас есть на полочке? Вот зимой у меня остался питательный крем для рук «Шведские десерты». Он у нас был ограничен в серии. Этот крем идет с ароматом имбирного печенья. И вы знаете, расскажу вам такой случай. Однажды у нас в офисе было мыло. И именно из этой серии имбирное печенье. А все, кто давно работает в Oriflame, знают, что на этом мыле из этих серий написано, что не употреблять в пищу. Потому что очень и очень классные ароматы идут. И однажды ребенок, совсем небольшой ребенок, годика 2-3, подошел к столу. Пока мама не видела, он взял кусок мыла и пытался откусить от него кусочек. То есть настолько классный аромат. Именно аромат, связанный с домом. Именно с кексами, с печеньями. Поэтому я этот крем для себя взяла не только потому, что он питательный. Я им пользовалась зимой. И сейчас у меня осталось совсем его чуть-чуть здесь. А именно взяла еще потому, что мне очень нравится его аромат. Именно аромат имбирного печенья. Я иногда на руки нанесу его. И прямо вот ложусь спать. И руки кладу около носа. И запах просто обалденный. Поэтому если по распродажам вы его увидите, где-нибудь обязательно возьмите попробовать. Но вот этот крем я очень долгое время не брала. То есть в каталогах он уже находится большое количество времени. Но вы знаете, меня все время отпугивал его запах. То есть если про этот крем говорить, я очень внимательно всегда отношусь к запахам. Этот крем мне понравился. То этот наоборот. Я его брала, заказывала когда-то. Но вот аромат, знаете, такой непонятный. То ли пластмасса, то ли цветок какой-то экзотический, который я не знаю. И вы знаете, вот продолжительное время я им не пользовалась. Наверное, года два, может быть, как он появился в каталогах, эта серия. И тут такой случай со мной произошел. Мне нужен был срочно крем для рук. У меня все закончилось. И хотелось именно вот какой-то новый крем. Именно увлажняющий, который смягчает очень хорошо руки. И у меня в офисе был только вот этот крем. Я его взяла домой. Думаю, ладно, использую, не использую. Муж использует. И вы знаете, я настолько была удивлена, что мне показалось, что это вообще самый лучший крем из всех тех, которые я пробовала ранее. То есть для рук он просто изумителен. Я вообще кремом для рук пользуюсь один раз на ночь. То есть когда вечером я умываю лицо, мою руки, чищу зубы. После того, как я всю процедуру сделаю, я обязательно наношу на ночь, на руки крем. Этот крем из серии шелк. Он содержит протеины шелка и экстракт орхидеи, которые очень хорошо смягчают и увлажняют руки. И вот эффект просто потрясающий. Поэтому обязательно рекомендую этот крем иметь у себя дома. И мне повезло, что как раз я взяла большой объем. Вот у меня уже столько осталось его. То есть я его достаточно давно уже использую. 150 мл. Он бывает в таком объеме не так часто. Но даже если он идет в объеме 75 мл, все равно берите. Потому что эффект, конечно, супер. Новые кремы, которые я взяла буквально недавно. Так как эти у меня уже скоро заканчиваются. А это новиночка у нас в каталогах была. Я обещала о них рассказать в одном из видеообзоров. Я попробовала и этот крем, и этот крем. Этот крем идет для нормальной кожи. А этот крем идет для очень сухой кожи. Если этот крем идет увлажняющий, то этот крем называется укрепляющий для рук и ногтей. Какой вывод я сделала? Все-таки сейчас лето, очень жарко. Мне больше понравился вот этот крем, который идет для нормальной кожи и который идет увлажняющий. Этот крем мне показался жирноват. То есть или его надо совсем чуть-чуть наносить, или он больше подходит все-таки для зимы. Или может подойдет для тех женщин, которые часто очень соприкасаются с водой руки. То есть, например, если это связано с работой, или дома, например, очень много времени проводят на кухне, или, например, моют посуду руками. Поэтому вот этот крем именно может подойдет больше для них. А мне, в принципе, моей семье больше понравился вот этот крем. Он более легкий, он идет даже такой по консистенции более прозрачный, чем этот. И сейчас вот для жары, для лета, я считаю, что вот в самый раз. Запах, конечно, тоже очень классный. То есть вот по сравнению с этим кремом, конечно, мне запах вот этих кремов понравился гораздо больше. Ну, один крем из сезонной серии, который я сейчас сделала, это Оазис. Очень легкий крем. Чем-то похож вот на этот. По консистенции тоже мне понравился, но он такой обычный. То есть, вы знаете, вот я не могу о нем сложить такого, знаете, супер впечатления, потому что он ничем особо не выделился, кроме запаха. То есть обычный рядовой крем из сезонной серии. Он заявлен здесь просто как крем для рук. Не знаю, какими экстрактами он обладает, но мне очень понравился запах. Вот аромат этого крема. А так, обычный крем, ну, так один раз взять можно. Еще один крем, который я ношу с собой в сумочке, он не продается по каталогам. Это крем, который идет по акциям. Называется Крем мечты. Но чем он удобен? Посмотрите, какой маленький флакончик. По сравнению вот даже вот с обыкновенным флаконом 75 мл. Очень удобно носить с собой в сумочке. Продает этот крем в компании Reflame только консультантам, которые зарегистрированы. Причем они могут взять сразу 20 штук комплект этих кремов. И на этом креме идут вот такие визиточки. Здесь можно оставить свой телефон, можно оставить свои контакты, имя, фамилию. И подарить вот эти кремы своим клиентам. Поэтому, если вы еще этого не сделали, являетесь консультантом компании Reflame, обязательно загляните в каталог бизнес-аксессуаров. Найдите Крем мечты и закажите его для своих клиентов попробовать. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы на акциях дарим этот крем клиентам, они возвращаются к нам снова и говорят, а вы нам тогда крем для рук классный дарили, а можно ли его еще раз купить? И мы говорим, к сожалению, купить его нельзя. Он идет у нас только по акциям. А купить вы можете любой из представленных кремов в каталоге. Поэтому, видите, этот крем достаточно хорош по своей текстуре, хорош по консистенции, хорош по качествам. Поэтому заказывайте и дарите эти кремы своим клиентам. Ну и еще два продукта, которые вот сейчас, например, этот продукт не представлен в каталоге. Это масло. Причем, познакомилась я с этим маслом совершенно случайно. Я посмотрела ролик, мастер-класс по уходу за руками. Именно этот ролик был от компании Reflame. И там показывала девушка, которая проводила мастер-класс, что с этим маслом очень классно делать ванночки. И очень классно делать массаж для рук. И иногда вечером, когда у меня есть желание, я наношу его на руки и делаю себе легкий массаж для рук. Это масло идет с экстрактом миндаля, который очень хорошо смягчает руки. Руки становятся нежными, бархатистыми, но нельзя много его наносить, потому что будет очень много жирности. Все-таки это масло. Мне очень нравится у него аромат тоже. То есть бесподобный аромат миндаля. Он такой, знаете, если миндаль сам идет с горчинкой, то этот идет такой сладковатый запах, такой, знаете, больше опять к кулинарному такому запаху. Поэтому масло у меня, видите, расход идет очень небольшой. Я думаю, что оно снова появится в каталогах, а может быть вы увидите его по распродажам. Как его можно использовать? С ним можно делать ванночки для рук и ногтей. То есть ставите блюдо, наливаете воду, капаете несколько капель масла и опускаете туда руку. Руки, ну, минут на 5-10. Оно очень хорошо размягчает кожу рук. И второй вариант, с ним можно делать массаж, который можно делать и на просто чисто вымытые руки. Что касается массажа, когда вы делаете массаж рук, обязательно обратите внимание, что вы все движения должны делать от кончиков пальцев по направлению к сердцу. То есть здесь массаж рук делается вот таким образом. Не так вот, а именно вот в обратную сторону. Для того, чтобы снять отечность рук, и чтобы хорошее кровообращение было. На этом вот обратите внимание. И последнее средство, о котором я вам расскажу, это средство для, можно сказать, экспресс-ухода за руками. Оно должно быть в каждой косметичке женской, в каждой сумочке. Почему? На него сейчас идет очень большой спрос, потому что сейчас лето, люди начинают путешествовать. Это средство с антибактериальным эффектом, антибактериальный гель для рук, с натуральным экстрактом мандарина, масло, чайного дерева. И каким образом его можно использовать. Предположим, вы куда-то отправляетесь в поездку, вы берете это средство с собой, оно заменяет влажные салфетки, например, которые вы можете использовать для очистки рук. То есть капельку этого средства вы капаете на руку, и вот таким образом протираете руки. Таким образом они становятся чистыми, потому что этот гель 68% содержит этилового спирта. Хороший антибактериальный эффект. Причем руки становятся очень мягкими. Вот я сейчас даже по ощущениям. Такими гладкими, мягкими. И очень приятный запах мандарина. Поэтому для путешествий с собой в сумочку, в дорогу обязательно приобретите вот такое средство для умывания рук без воды. Ну вот, я рассказала вам о тех средствах для рук, которые я использую. Использует моя семья. И я думаю, что из того, что я вам представила, вы найдете в каталогах для себя то, что понравилось именно вам. А вообще я всегда говорю, пробуйте. Потому что вот как этот крем, много лет был в каталогах, но я его не решалась попробовать. А когда попробовала, он оказался вообще лучше всех. Поэтому вот я бы его поставила на первое место для себя. На второе место я бы поставила крем молоко и мед. На третье место я бы поставила вот этот крем. На четвертое вот этот крем. И на пятое место вот этот крем. То есть вот эти вот пять продуктов мне нравятся больше всего. Масло и антибактериальный гель, они идут совершенно вне конкуренции. Ну а вот этот крем я бы все-таки использовать второй раз уже не стала брать. И вот этот крем я бы все-таки порекомендовала использовать его зимой. С вами была Наталья Невзорова. Будьте с нами, будьте красивыми. И мы расскажем вам еще много интересного о нашей продукции.